Здравствуйте! Меня зовут Чех Антон, я ведущий эксперт компании «Консультант Плюс», и сегодня я хотел бы рассказать вам о возможностях сервиса «Конструктор договоров», с помощью которого мы можем составить такие важнейшие для бизнеса документы, какими являются соглашения о конфиденциальности. Сервис «Конструктор договоров» позволяет достаточно быстро составлять такие соглашения, причем в формате, который максимально полно и достаточно детально отражает особенности именно вашей работы, специфику именно вашего бизнеса. Очевидным преимуществом сервиса является то, что он позволяет составить не один вид, а несколько видов соглашений о конфиденциальности. Например, соглашение о неразглашении коммерческой тайны, соглашение о сохранении банковской тайны, соглашение о неразглашении персональных данных работников. Интересно, что на основе этих соглашений вы можете составить и иные соглашения о сохранении конфиденциальной информации. Давайте посмотрим, как с помощью сервиса «Конструктор договоров» мы можем сформировать, например, соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Какие с помощью конструктора мы можем предусмотреть ограничения в части распространения информации, обязанности работников, а также меры ответственности. По сути, начиная работу с конструктором, работу в части составления соглашения о неразглашении коммерческой тайны, мы понимаем, что сервис предлагает нам выбрать или указать исходную информацию по трем основным блокам. В рамках первого блока пользователю предлагается определить вид информации, которую он хотел бы защитить. Наверное, мы понимаем, что образцы документов, которые мы можем найти в интернете, или стандартные формы, которые можем позаимствовать у коллег, не позволят нам составить юридически грамотное соглашение. Именно поэтому конструктор сразу на первом этапе акцентирует внимание пользователей на том, что нужно определить именно вид охраняемой информации. В качестве такого вида вы можете определить коммерческую тайну или иную информацию. В качестве подвида коммерческой тайны вы можете установить, например, ноу-хау. Сервис также позволяет определить в качестве вида охраняемой информации другую охраняемую законом тайны. Этот термин особенно хорошо известен специалистам в медицинской и банковской сферах. Выбрав соответствующий вид защищаемой информации, конструктор предложит вам включить в соглашение определенный набор условий. И вы вправе включать данное условие в финальный проект соглашения, либо отказаться от их включения. В рамках второго блока вопросов пользователю предлагается определить ограничения в части распространения информации, которые работодатель хотел бы установить для работников, определить обязанности работников и работодателя в сфере сохранения конфиденциальной информации и, что немаловажно, установить меры ответственности за разглашение конфиденциальной информации. На наш взгляд, очень важно привести эти перечни ограничений и обязанностей в соглашении. Это, безусловно, поможет самому работнику составить полное представление о тех правилах, которые ему нужно соблюдать в целях сохранения режима конфиденциальности. И в то же время это поможет работодателю в случае необходимости привлечь виновного работника к ответственности за несоблюдение условий соглашения. Давайте посмотрим на раздел конструктора «Обязанности сторон». Здесь вы можете так проставить галочки и выбрать такие ограничения и такие условия, которые после выбора будут подходить именно к вашей ситуации. После выбора этих ограничений они появятся в итоговом тексте проекта соглашения. В качестве ограничений конструктор, в частности, предлагает пользователю выбрать ограничения на использование личного ящика электронной почты, запрет на вынос из офиса материалов, документов, материальных ценностей из компании, на передачу их третьим лицам и так далее. Конструктор также предлагает и дополнительно подстраховаться, и включить в соглашение такой запрет, как запрет на разглашение конфиденциальной информации, которую работник, например, получил по ошибке, услышав ее из беседы с коллегами. Очень важно, на наш взгляд, включить в соглашение о неразглашении коммерческой тайны и блок, связанный с обязанностями работодателя. По сути, мы говорим о двух основных обязанностях. Первая обязанность работодателя – это обязанность ознакомить работника с перечнем информации, на которую распространяется режим конфиденциальности. К этой же обязанности относится и его обязанность ознакомить работника с перечнем ограничений, мерами и мерами ответственности. Второй обязанностью работодателя является и его обязанность создать фактические условия для сохранения режима конфиденциальности. Перейдем к третьему блоку вопросов, которые связаны именно с мерами ответственности. В данном случае важно помнить о том, что за ряд нарушений в сфере сохранения конфиденциальной информации предусмотрена ответственность, предусмотрена она императивными нормами закона. Поэтому, если даже мы не укажем данное положение в соглашении, все равно работодатель сможет привлечь работника к ответственности за несоблюдение режима конфиденциальности. Вместе с тем мы предлагаем все-таки привести в соглашение полный перечень мер ответственности и полный перечень тех неблагоприятных последствий, которые могут наступить для работника в случае нарушения им режима конфиденциальности. Это, конечно, дисциплинирует работников, и это будет мотивировать их на соблюдение режима конфиденциальности. Хотел еще обратить ваше внимание на то, что если вы захотите составить не только одно соглашение о неразглашении коммерческой тайны, но и соглашение о неразглашении персональных данных, то вам придется составить два отдельных документа. В то же время с помощью конструктора договоров сделать это достаточно просто. Необходимо лишь скорректировать исходный шаблон соглашения. В заключение я бы хотел еще раз сказать, что в современном мире информация приобретает все большую ценность. И если вы не хотите, чтобы ваш бизнес утратил значительную часть своей стоимости в результате разглашения кем-либо конфиденциальной информации, обязательно заключайте соглашение о неразглашении коммерческой тайны или иные виды соглашений о конфиденциальности. Мы увидели, что сервис позволяет составить несколько видов таких соглашений. Очень важно, что все эти соглашения будут содержать существенные условия, необходимые для договоров такого типа. И эти соглашения позволят, по сути, обеспечить информационную безопасность вам, вашей компании, вашим клиентам и партнерам. Не забывайте еще и о том, что преимуществом сервиса является то, что с его помощью вы сможете составить такие соглашения в формате, который максимально, полно и детально отразит специфику именно вашей работы, именно вашего бизнеса. На этом все. До свидания. Профессиональных успехов.